всем здравствуйте с вами на связи или не я приветствую вас на своем канале тема сегодняшнего расклада будет ваше окружение и как она влияет на вас сегодня мы будем считывать окружение и посмотрим остановилась на потому что я прежде чем загрузить расклады да я их все время просматриваю и в какой-то момент я услышала что когда я говорю да и мешаешь колода это очень мешает ну по крайней мере меня это отвлекало поэтому я остановилась вот мы посмотрим насколько наше окружение на нас влияет а влияет она всегда достаточно много потому что она у нас формирует вот и вот мы сегодня почитаем кто вас окружает три позиции у нас будет голубенький красненький и зелененький камешек 1 2 3 позиция так здесь у меня еще 2 это и давайте мы с вами попробуем надеюсь определились позиция номер один голубенький камешек ваше окружение как она влияет на вас давайте сначала попробуем посмотреть увидеть ваше окружение ну такое достаточно разностороннее у вас окружение да люди которые вокруг вас это могут быть не только знакомые да приятели это могут быть и ваши родственники близки то здесь мы не ограничиваемся дело в том что в вашем окружении есть люди которые очень много работают люди которые как-то тянут все на себе которые устали может быть по жизни люди с огромным опытом есть категория людей такие достаточно чувствительные достаточно эмоциональные влюбчивые яркие люди которые любят жить по полной прям вот вкусает эту жизнь и радуется да люди которые приносят вам эти эмоции и есть категория людей которые достаточно такие знаете постоянные стабильные которые любят комфорт на люди которые немножко мне кажется они как-то вот может быть и постарше а люди которые любят а такое знаете вот постоянство некая да люди которые держатся за поэтому я сказала постарше люди которые держатся за прошлое да и то есть люди которые когда-то в своей жизни в каком-то периоде своей жизни были достаточно успешные может быть кто-то потерял может быть у кого-то трудности на данный момент финансовый да но это люди которые пока сейчас еще не развиваются на стараются как-то возможно решить свою задачу но на том уровне на котором она у них была сформирована в общем если сказать о вашем окружении на то как то вот по энергиям я чувствую что достаточно тяжелый на энергии достаточно тяжело не хватает какой-то легкости может быть здесь люди достаточно старшего возраста да зрелые причем люди которые много всего попробовали много всего прожили здесь нет детских энергий здесь нет какой-то вот новизны и в общем и может быть сейчас этап такой да но вот здесь прям считывается энергии какой-то вот разочарованности трудностей вот какие-то вот преодоления препятствия и все это как-то со скрипом и все это достаточно тяжело может быть многие даже жалуются но энергия здесь не позитивно если это можно было бы как-то окрасить то это было бы коричневый цвет 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 который некой такой может быть тяжести груза приземленности но я не вижу чтобы здесь были какие-то яркие энергии хотя в принципе на не разбавляются эмоциями да и чувствами но это как-то вот ну все идет со скрипом какое еще ваше окружение вот я сказала только о том что сложно да нету чего-то нового как появилась у нас мама с ребенком то есть появилась женщина но который уже есть дети да либо если это ваши дети то те которые уже подросли и вот готовится выйти из домашнего гнездышка если не привязываться к личностям а сказать об энергиях и характеристики то здесь ваше окружение это люди которые любят именно комфорт любит знаете вот таким но хорошие гидонисты да которые любят наслаждаться жизнью которые любят получает жизни удовольствия жизни люди которые любят роскошь люди любят комфорт неважно не имеют это или нет люди которые хотят прибавлять свои финансы да как то чтобы они у них размножались условно говоря да чтобы они у них росли люди которые любят развиваться Есть, допустим, один-два человека, которые, вот как это вообще не вписываются в ваше окружение, это те, которые периодически как-то рушат ваши рамки, да, своим каким-то поведением, может быть, словами, может быть, вас как-то мотивирует на то, чтобы вы двигались вперед. Может быть, это люди, которые привносят какие-то инновации, да, сподвигают вас, спинают, чтобы вы не застревали, а двигались, но это может быть один человек, ну максимум два. В основном я вижу какое-то вот преобладание мужской энергии, либо это женщины с мужской энергией, либо это мужчины, но уже такие достаточно зрелые и состоявшиеся. Так, давайте вот на этой колоде посмотрим, как они влияют на вас, то есть что в вашем, кто в вашем окружении есть, там мы сказали, а как они влияют на вас. Знаете, есть люди, скорее всего, это вот те, кому вы, возможно, доверяете, как они влияют на вас? Есть люди, которые вас поддерживают, вот прям, я не знаю, может быть, это кто-то один человек, да, может быть, это слишком близкий круг, но дело в том, что есть здесь один человек, который помогает вам именно в тот момент, когда вы нуждаетесь, когда у вас есть вот ощущение некой такой потерянности, я потерял путь, где-то как-то сошел с перекрестка, не знаю, куда идти, я запутался, вот именно когда вы не знаете своего дальнейшего пути. Есть человек, который вас поддерживает, есть человек, который, причем он влияет на вас достаточно позитивно, потому что он вас понимает. Это тот человек, с которым вы можете поговорить по душам, этот человек вас примет, он не будет вас осуждать. Он, наоборот, вам укажет путь, но не как, знаете, не как читание морали, да, вот так надо, вот так правильно, нет. А он, возможно, обращает ваше внимание на те моменты, на которые нужно высветить, да, то есть если он обращает ваше внимание на путь, он вам и пояснит, почему, да, то есть он помогает вам сконцентрироваться, как говорят, соберись рубашка, вот кто-то, как бы, мы-то из вас говорили, уже надо слышу такое выражение, соберись рубашка, соберись тряпка, да, вот что-то в таком роде, то есть, ну, что с людьми пускать, да, хватит эмоционировать, давай, пошли, да, все у нас будет хорошо, утри нос, накрасьте, улыбнись, и жизнь прекрасна, и идем дальше. И поэтому, либо это человек, либо люди, они влияют на вас, можно сказать, позитивно, именно в трудных моментах, да, они помогают вам двигаться, определить свой путь и двигаться дальше. Как еще они влияют? Ну, здесь могут быть женщины, такие, знаете, достаточно жесткие, я же говорю, волевые, у которых есть какой-то опыт, прям, хочется сказать, да, что если вы старшего поколения люди, то здесь есть в вашем окружении женщины, которые, возможно, прошли войну, да, и вот, либо такая, знаете, мы говорим, военная закалка, да, то есть, женщины достаточно дисциплинированные, им палец в рот не клади, откусят, да, они такие достаточно конфликтные, иногда они вызывают в вас раздражение, они вызывают, может быть, недопонимание, да, какое-то вот недоумение. Почему? Потому что вот в своей какой-то вот жесткости, да, в своей какой-то холодности, может быть, они могут говорить правду таковой, какая она есть, и это вот очень некомфортно. И казалось, блин, ну, лучше промолчи, да, то есть не надо было здесь этого говорить, зачем ты это делаешь, вот, для чего? Ну, вот смотрите, вот в этих конфликтах как раз-таки они помогают вам высвечивать ваши страхи, да, здесь может быть кто-то, опять-таки, если вы младшего поколения, да, старше вас люди говорят о том, что когда вы уже создадите семью, да, то есть могут как-то вот переживают за ваше... Ну, если, допустим, это ваша мама переживает за ваше будущее именно за тот момент, когда найдется человек в вашей жизни, который сможет о вас заботиться, который сможет с вами создать семью. То есть здесь вопрос семейности, либо, если мы говорим о предпринимательстве, то здесь этот человек, вот, понимаете, вот с ним поговоришь, не то, что он плохой, а вот с ним поговоришь, и потом как-то страшно, да, становится. Вот что-то делает, вот высвечивает он как-то вот эти вот страхи, либо как-то вот нарвались, может быть, на его настроение какое-то резкое, может быть, на слово, и оно вас ранит. Но вот через эту боль, через вот эти вот ранения, да, в кавычках, вы как будто бы обретаете некую стабильность, некое такое постоянство, да, то есть желание, ну, вы знаете, бывает какая-нибудь 40, конфликт, и вам, допустим, эта женщина, поскольку она постарше, она может сказать, ну, не нравится, вот иди вон своей жизнью живешь. Вроде бы это обидно, да, вроде бы это больно, но с другой стороны, вот не уходишь, почему? Потому что всплывают страхи, да, а как я одна, да, либо как я один справлюсь, получится ли у меня или нет. То есть вот какие-то вот такие вот моменты, которые косвенно, не напрямую показывают вам ваши страхи, то есть, проще говоря, этот человек помогает вам в вашем развитии, но не совсем приятным и не совсем таким, ну, вот комфортным, что ли, для вас, я бы сказала, способом. Как еще ваше окружение влияет на вас? Ну, вот здесь вот то, что вы растете, да, ваше окружение помогает вам, неважно, позитивными, негативными способами, я лично это никогда не оцениваю, важен конечный результат, вот, что они вас мотивируют и сподвигают на развитие, на рост, на некое такое усовершенствование, да, каких-то своих навыков, качеств, да, мастерство. Мастерство, то есть вроде бы пошел здесь, поконфликтовал, обиделся, и я тебе докажу, и пошел работать, и вот как-то вот вырос, да, но причина-то заключалась в том, что вот если бы не было вот этой вот ссоры, да, не было этого конфликта, ты бы никогда не ушел и не сделал то, что ты сделал, пускай через негатив, но факт остается фактом. Здесь люди вот именно помогают в вашем мастерстве, да, в становлении вас, и для кого-то это именно расширение границ, то есть они помогают вам увидеть ваши возможности, да, может быть, кто-то из вас даже и раскрывает, кто-то из вашего окружения раскрывает ваш потенциал, обращает ваше внимание, что вот смотри, у тебя вот это хорошо получается, а почему бы тебе и не заняться этим. Да, то есть они помогают, либо, знаете, как это еще может быть, задают вам какие-то вопросы, ответ на которые вы не можете найти, и вам приходится искать информацию и потом их обучать. Ну вот, например, опять-таки обращаюсь к старшему поколению, да, хочу купить себе вот планшет, и не знаю, какая там программа, либо что делать. Вот вы обращаетесь к своим внукам, людям, которые вы, допустим, помладше, да, люди, которые в этом разбираются, вот, и вы являетесь вот этими людьми помладше, да, и вам приходится что-то изучить и потом им передать. То есть, вот смотрите, мне надо нажать на эту кнопку, вот это надо сделать, вот это надо сделать, то есть вы объясняете. Но, чтобы это объяснить, вам нужно самим немножечко запариться, да, ну, то есть найти какую-то информацию, может быть, как-то пойти куда-то учиться, прежде чем вы поможете. То есть, в любом случае, как ни крути, ни верти, все карты показывают в том, что вас, ваше окружение сподвигает на рост, сподвигает на какие-то перемены и непосредственно расширяет даже для кого-то сознание, задавая какие-то вопросы, которые, может быть, достаточно просты, но вот вам приходится заморачивать. Кому-то из вас приходится прочитать дополнительную литературу, мне уже будет скользить на какой-то курс, да, либо, наоборот, люди вам подают какую-то идею, вы, чтобы ее воплотить, понимаете, что вот нужно чему-то еще научиться, да, надо расширить как-то свое сознание. Если мы не говорим про информацию, то здесь окружение помогает вам разрушить, даже не разрушить, а расширить ваши границы. То есть оно периодически может выступать таким, знаете, боже, как он называет, не то что вот безответственным, а человеком таким достаточно легкомысленно, и это может вызывать у вас какое-то негодование, да, то есть, ну как ты, допустим, тебе 50 лет, а ты себя так ведешь. На самом деле, и задача своим поведением показает, что вы слишком как-то вот серьезны, может быть, да, то есть вы слишком себя ограничиваете в чем-то, и вот это вот ваше видение, восприятие другого человека, оно вас раздражает. Почему? Потому что вы не позволяете себе быть вот таким вот ребенком, да, каким-то вот бесшабашным, непредсказуемым, вот этой вот легкости, может быть, не хватает. Может быть, даже вам не хватает какой-то смелости совершить первый шаг, да, шагнуть вот в эту неизвестность, да, вот в эту бездну, и вот потому что нету какого-то своего доверия. И когда вы это видите у людей в вашем окружении, это может вызывать у вас негодование, но задача их показать, что это есть в себе, ты это не разрешаешь, сделай это, и у тебя также будут такие же результаты. Вот такая вот у нас была первая позиция. Она достаточно короткая, не хотела делать сегодня большой расклад. Мы с вами переходим к позиции номер два и к красному камешку и посмотрим ваше окружение. Двоечки, кто вас окружает? Сложная энергия у вас? Сложные. Здесь, опять-таки, говорю, это не факт, что так всегда, да, что это постоянное какое-то ваше окружение, возможно, это какой-то этап, да. В данном случае здесь хочется сказать, что вы проходите какой-то, какие-то судебные, возможно, процессы, и поэтому сталкиваетесь с людьми. Они могут не быть в вашем окружении, но на данном этапе вы с ними очень часто взаимодействуете. Это могут быть там адвокаты, реальторы, да. Суть здесь данной энергии говорит о том, что люди, которые окружают на данный момент, это могут быть люди, которые работают как-то в органах, да, но это органы связаны непосредственно с землей, да, как-то вот с хозяйством, с землей. Кто-то здесь, может быть, подписывает какие-то документы, но это все проводится достаточно жестко, достаточно конфликтно. Либо, если это не этап, а это действительно люди, которые постоянно вас окружают, то я могу сказать, они здесь разной категории, достаточно конфликтные, да. Могут быть здесь люди, которые сплетничают за вашей спиной, могут быть здесь люди, которые, знаете, как-то вот одержимы какими-то своими идеями, да, и они могут идти по головам для достижения того, чего они хотят. Неважно, это ваш близкий круг, либо дальний круг. Здесь могут быть также люди, у которых есть семьи, да, люди, у которых есть опыт за спиной, и которые, уже знаете, вот пришли, ну вот как будто бы как пенсионеры, то есть люди, которые добились какого-то своего достатка, да, вот, и не хотят дальше развиваться, ну, то есть они просто наслаждаются жизнью, да, есть какой-то доход, меня он устраивает, вот, и я хочу просто радоваться жизни. Есть другая категория людей, которые почему-то у меня здесь, может быть, это у кого-то дети, да, кто в армии служит, почему-то мне так пошло. Ну, может быть, для кого-то это единично. Есть люди, которые здесь работают, может быть, именно в органах правоохранительных, да, в судах. Есть люди, которые, наоборот, занимаются духовным развитием, но в контексте понимания законов, законов мироздания, да, то есть изучают то, как, ну, как создан был мир. Люди, которые являются по своей натуре, по своему характеру борцы за справедливость, тоже вы к этим людям тоже можете относиться. Ещё какие люди вас окружают? Ну, да, вот люди, которые занимаются знаниями, да, какими-то тайнами, либо люди, которые просто достаток по своей натуре, не многословный. То есть здесь, знаете, категория людей, либо те, которые сплетничают и, ну, просто любят язык свой почесать, причём мне почему-то кажется, что это женщины, а мужчины, они какие-то вот молчаливые, да, люди, которые, ну, вот, не поймёшь, что у них там на уме, да, он молчит и молчит, и сложно как-то понять характер этого человека, да. Просто человек сам себе на уме, не в контексте, что он там что-то плохое делает, нет. Ну, просто человек не любит говорить лишние слова, он, в принципе, никому не мешает, почему-то мне здесь идёт мужчина, да, он занимается своим делом, да, но при этом человек, который очень много видит, человек наблюдательный. И вот если бы с ним поговорить, он бы мог сказать очень такие, ну, глубокие философские вещи, не имея при этом какого-то особого образования. Просто из-за того, что человек очень наблюдательный, очень внимательный, человек, который мало говорит и много замечает, да, причём вот именно замечает какие-то детали. Также в вашем окружении могут быть, здесь вот, понимаете, здесь либо разводы идут и деление какого-то имущества, да, либо деление земли, либо, и вот вы сталкиваетесь каким-то образом с этими людьми. Кому-то, знаете, вот это вот, вот это вот твоя семья, это моя семья, это твой род, это мой род, и вот как-то что-то делите. Да, здесь вот могут быть люди, которые также вызывают изменения, да, это можете быть и вы в жизни других людей, то есть которые появляются, и после появления этих людей всё рушится. Знаете, причём вот так интересно, это не то, что человек там, допустим, вот вы замужем, либо женаты, у вас есть семья, и вот появляется этот человек, и всё, после его появления всё время какие-то конфликты, всё время какие-то, ну, неприятности. И, в принципе, человек ничего не сделал, он просто посетил ваш дом, пришёл в гости, и вот после него, как говорят, да, вот как кошка перебежала, и вот всё рушится, да, всё ломается. Энергетика этого человека такая. Он высвечивает, либо она высвечивает какие-то моменты, причём, знаете, он привносит, может быть, между вами есть какая-то такая напряжённая обстановка, да, и молчат, допустим, две семьи. Одна молчит, и другая. А потом произошёл какой-то вот праздник, вы собрались, и вот он ляпнул, да, что-то, не подумав, и вот произошёл какой-то конфликт. То есть он как будто бы является вот этой 101-й обезьянкой, да, когда должна произойти разрядка. То есть внешне может казаться, как в минусе, да, этот человек появляется и всё рушит, но по факту он является вот этим катализатором. То есть то, что уже было, он просто довёл до предела, да, что произошла какая-то разрядка. Но причём это человек такой, который сам по своей натуре, он нуждается во внимании, во влюбви. В любви. Вот такой достаточно, знаете, чувствительный, ранимый. И это человек, который ищет, если он ещё не нашёл своё место под солнцем, то есть своё какое-то направление, да, свою какую-то сферу, где он может реализоваться. Этот человек, можно сказать, что он немножечко какой-то вот безбашенный такой, да, вот, ну, как бы это сказать, не то, что придурковатый, а вот какой-то, ну вот как Эйнштейн, да, что-то такое, вот он сам себе на уме, это уже другой человек, не тот, который был, да, молчаливый. Это вот другой человек, он как-то, у него своё восприятие мира, я могу сказать. И это человек, который ищет свою вот какую-то вот такую экологичную сферу, в которой он мог бы реализоваться. По своей натуре это человек, который может как строить, так и разрушать, да, причём он, если приходит, допустим, на какое-то место, да, работает, то есть только он устроился, он уже думает, да, что здесь можно изменить и как это можно всё исправить, да, вот разрушить. Либо, как я уже сказала ранее, при его появлении всё начинает рушиться. Может у кого-то здесь даже ломаться электроприборы. Вот прям какие-то мелочи, лампочка перегорела, либо ещё что-то. Вот такие здесь люди могут быть. Вот такое вот у вас окружение. Разные люди, разные люди, но здесь вот среднего возраста. То есть если в первой позиции у меня были люди от 50 и старше, то здесь могут быть люди где-то в среднем там 35-40 лет, да, может быть от 30. От 30 давайте возьмём до 45, вот где-то вот такой вот возраст. То есть это не взрослые и при этом не молодёжь. Как это окружение влияет на вас? Вы знаете, здесь кто-то сдерживает, вот прям реально сдерживает вас и не даёт вам двигаться дальше, да. Может быть как-то отговаривает, зачем тебе это нужно. Вот они являются вашими учителями. Кто-то вам рассказывает о традициях, о семейных, как правильно, как нужно. Прямо здесь вот один человек, возможно это даже и мужчина, у которого такой, знаете, нрав особый, такой своенравный человек. И вот он отговаривает как-то вот ощущение того, что возможно вы хотите вот как вылететь из гнезда, да, что-то своё создать, и вот он вас как будто бы сдерживает. То есть здесь есть, если это не мужчина, есть человек, который является сдерживающим фактором, не пуская в вас дальнейшее развитие. Почему он так поступает? Ну потому что страхи, потому что в свою очередь когда-то этот человек не реализовался, не нашёл своё место и под солнцем. И здесь ощущение того, что он держит вас как будто бы, ну то есть ему так безопасно, что ли. Здесь есть страхи у этого человека. Либо свои собственные страхи, либо за вас, что вот вы ещё как будто бы не зрелы, вы ещё как будто бы не нашли свой путь. Ну вот вам как будто бы небезопасно покидать, да, вот это вот домашнее гнёздышко. Почему? Потому что вас ожидают вот прям потери. То есть здесь ощущение того, что человек как-то вот заботится о вас, да, через свои какие-то собственные страхи. Как ещё ваше окружение влияет на вас? Есть среди вас люди, которые вас действительно любят, по-настоящему любят, по-настоящему желают вам перемен, да. Может быть это даже какие-то школьные друзья, да, давние друзья, которые вместе с вами нацелены на какое-то вот дальнейшее движение, что ли. Либо это люди, которые помогают на вашем пути именно исцеляться, да, когда вам не хватает, допустим, эмоций, вы можете с ними поговорить, они вас поняли, приняли, не осудили. Ну такие вот достаточно доброжелательные люди, вот прям с поддержкой. Причём они находятся с вами в самых трудных моментах, да, когда вам очень сложно, когда вы меняетесь, либо когда бывают такие моменты, вы находитесь в одиночестве, и вам не хочется ни с кем говорить. Вот эти люди, знаете, они даже могут прийти и просто быть с вами рядом, да, не разговаривать, но быть с вами рядом и понимать вас. То есть вот здесь вот какое-то вот тепло мне идёт от этих людей, либо от этого человека. Ещё ваше окружение как влияет на вас? Ну, кто-то помогает вам в становлении себя, да, именно в профессиональной сфере реализации себя, показывает вам всевозможные шансы, может быть, кто-то советом, может быть, кто-то словами, может быть, кто-то деньгами даже помогает. Но здесь вот как-то ведёт, направляет вас на тот момент, чтобы вы стали независимым человеком. То есть этот человек, он способствует вашему профессиональному развитию, либо реализации каких-то ваших желаний и амбиций. Есть также человек достаточно солнечный, позитивный в вашем окружении, который является дипломатом-примирителем. То есть это такой человек, когда вот всё, как говорится, буря нежданно-негаданно наглянула, и этот человек, вот казалось бы, ну не вовремя, и нафига ты свой рату открываешь и начинает выбрасывать какие-то шуточки. Вот. И вначале они могут вас раздражать, ну потому что не вовремя. Вот. Но потом он вызывает смех, да, вызывает радость, и вот разрядка происходит вот нечто такое позитивное. Либо, если и шутят этот человек, да, ну вот вы вроде бы грустные, да, и хотелось вот как-то закрыться в себе, а с его шутками, с его вот этим вот позитивом, и обиды как-то держать невозможно, да. То есть умеет он высвечивать именно через позитив. У него такая достаточно, он харизматичная личность, и они говорят о красоте, я говорю именно о состоянии. Это человек, который может вести, он лидер. То есть этот человек, который находится в любой компании, его сразу замечают. Прекрасная, озарительная такая вот улыбка, заразительная. Причем смех может быть своеобразный. Ну то есть необычный, какой-то вот не такой. Ну вот, кажется какой-то вот глупый, и он действительно заражает своим смехом, этот человек. И он все время как-то хочет, чтобы всем было хорошо, да, чтобы все радовались. То есть он прям может примирить любого человека, и при этом у него, его сердце, оно достаточно закрыто. То есть любого человека, который разочаровался, да, как-то вот он может поддержать, может наоборот свести людей. Но сам по себе человек, у которого разбито сердце. Вот вообще замечательно. То есть ему самому на душе плохо, и вот он привносит свет, именно не негатив, а свет в вашу жизнь. Ну вот такое вот ваше окружение, двоечки. Жду вашей обратной связи. Кого из людей здесь нашли, зацепили. А мы с вами переходим к позиции номер три и к зелененькому камешку. В каком-то время? Троечки. Приветствую вас, ваше окружение. Посмотрим, ваше окружение каково. В вашем окружении люди, которые очень много разговаривают, люди, которые очень много планируют, люди, которые принимают решения. Здесь прям такие, знаете, непростые люди в контексте того, что они достаточно подвижные, достаточно активные люди, которые вот с кем-то договариваются, с кем-то здесь, может быть, конкурируют, здесь еще что-то. Люди, находящие в постоянном движении, в постоянном движении и в том числе на язык, да, то есть люди, которые постоянно разговаривают. В вашем окружении очень много женщин. Женщин, таких достаточно умных, интеллектуальных, да, женщин, с которыми, может быть, даже кто-то здесь такой, знаете, вот прорицательный, который видит будущее, он может видеть, она может видеть вас насквозь, да. Здесь вот прям ведутся очень активные дебаты, дискуссии, всевозможного рода полемика. То есть вы здесь очень много общаетесь. Здесь могут быть также в вашем окружении, опять-таки скажу, что я говорила в прошлых позициях, это может быть сетап, вы каким-то образом сталкиваетесь с этими людьми, либо это, на самом деле, долгое время в вашем окружении, да, то, что формирует вас. Имейте в виду, что это все зеркально, да, ваше окружение, это, по сути, вы сами. Есть люди, которые как-то вот из вашего прошлого, да, либо из прошлого воплощения, либо из этого воплощения, но это люди, которые каким-то образом сталкиваются со сложностями, и которые не позволяют им двигаться дальше. О чем это? Это люди какие-то, знаете, в достаточной судьбоносной, либо люди, которые закрываются вообще для того, чтобы сделать какую-то переоценку ценностей, переосмыслить. Либо вы общаетесь с такими людьми, которые находятся периодически в каких-то трансформациях, либо люди, которые заканчивают очень большой этап своей жизни и находятся сейчас в каком-то вот безвыходном положении. То есть это не обязательно связано с развитием. Ну, то есть здесь может быть, например, развод, и вот человек сейчас столкнулся с каким-то безвыходным положением. Но это люди, с которыми вы знакомы достаточно давно. Это люди, которые, может быть, сейчас начинают какой-то новый этап в своей жизни с чистого листа. Также это могут быть люди, которые занимаются темами, если мы говорим вот метафизическими, да, то, что связано непосредственно с родом, все, что связано с мистикой. Люди, которые... Ну, здесь люди из прошлого. Которые, знаете, находятся в постоянном поиске ответов на какие-то вот глобальные вопросы в своей жизни, да. Люди, которые ищут свое именно предназначение, то есть дело, которым бы они будут заниматься. Прямо, знаете, люди, которые занимаются раскопками своей души. И при этом они получают от этого удовольствие. Но это люди, они такие достаточно, знаете, закрытые, у которых есть знания, есть опыт, но они не открываются, не впускают в свое пространство так легко других людей. Почему, хочу спросить, потому что, вот я говорю, здесь какое-то завершение идет у людей, да, какие-то трансформации. Люди, которые работали именно над ценностью себя. Интересно, прям как будто бы вас описываю. Хорошо. Еще, кто в вашем окружении есть? Есть люди, у которых нету энергии. Достаточно такая, знаете, молодая энергия. Значит, первая позиция у нас более взрослое поколение, да, потом более такое среднего, условно говоря, да, поколение, если так можно назвать. Вот в вашем окружении присутствуют дети, да, либо это ваши дети, либо здесь энергия такая достаточно молодая, либо вы что-то там начинаете в своей жизни. Но у вас очень много судьбоносных людей, то есть ваше окружение, оно, ну вот не случайные люди, да, причем люди, которые долго в вашей жизни. Вы не тот человек, который бы, вот, очень легко впускаете новую кровь в свое окружение. Люди, которые сейчас находятся, знаете, вот в каком-то притупленном состоянии, когда не хватает какой-то вот своей энергии для реализации потенциала. Может быть, люди немножечко такие интроверты, но они какие-то вот такие загруженные, да, эмоционально, ну, то есть подустали, как-то вот грустно. Ну, вот, кто-то, может быть, в апатии находится, да, кто-то, может быть, наоборот, знаете, грустен из-за того, что вот как-то ранили, есть какие-то обиды, то есть, ну, вот люди с травмами, с психическими, с психологическими какими-то травмами. Которые, знаете, надеются на что-то такое хорошее. Люди, которые хотят праздников в жизни, но пока у них этого не получается. Хотя по своей натуре они достаточно везучие люди, достаточно такие позитивные люди. Кто еще находится в вашем окружении? Да, у вас вот коллектив, причем женский такой коллектив, вот один мужчина у нас здесь появился, вот, и товарищи иерафанты. Знаете, я могу сказать, что вот ваше окружение, они не, ну, я не знаю, как так вот подобрали, не глупые люди, да. Либо это люди, которые любят повеселиться, любят какую-то легкость, но по своей натуре, по своей структуре, да, люди, которые достаточно конкретные, достаточно определенные, структурные люди, люди с сознанием и люди с опытом. То есть вот если можно было привести какой-то пример, то это, наверное, люди, которые, там, я не знаю, закончили, там, доктора, да, вот что-то, ну, то есть с образованием. Может быть, у кого-то, там, два образования, три образования. Может быть, люди, которые изучают, там, мистику, может быть, люди, которые, знаете, вот как-то сопричастны каким-то вот традициям, прямо вот, знаете, вот каким-то семейным устоем здесь может быть, да, то есть кто-то может, там, люди-проповедники, например, да. Может быть, вы так сталкиваетесь, может, в вашем окружении есть наставники, люди, которые не только вас наставляют, это у них профессия такая, да. Люди, которые имеют власть так или иначе в своих руках, которым приходится думать очень много, решать очень многие и серьезные вещи. То есть здесь не простые люди, то есть здесь не колхозники, да, ничего не имею против колхозников, ну, то есть люди, у которых есть некая такая ответственность в их руках. Вот это вот ваше окружение. Причем люди все интеллектуальные, да, то есть нету таких вот сказать, что вот он глупый, недалекий, либо, ну, человек, который неинтеллектуально развитый, да. Нет, здесь нет такого. Здесь вот кроме того, что здесь образованное, а если нет образования, то как минимум человек занимается саморазвитием, самообразованием, по крайней мере, стремится к этому. Такое вот у вас, такое, знаете, хочется сказать, какая-то вот такая вот культурная аристократия. Вот здесь вот как будто бы, знаете, вот собралась аристократия, какой-то высший класс именно аристократии. Я не говорю про богатство, а если мы и говорим, то это внутреннее, не внешнее. Здесь не в финансах, а здесь вот именно в знаниях, в эстетике и в культуре именно духа. Хорошо, как они влияют на вас? Так, кто-то вам помогает, помогает здесь, передает вам опыт, да, вот не случайно она сказала по эрофанту, передает вам опыт и включает вас как-то в новые процессы, да, как-то мотивирует, возможно, но, знаете, причем мотивирует не словами, а как-то заинтересовывает вас. То есть это не тот человек, который вам будет говорить, вот сделай так, нет. Здесь слишком мудрые люди, чтобы напрямую что-то сказали. Это, знаете, из той серии, подбросит какую-то идею и уходит. Ну, типа, да, классная одежда, вот и, ну, и вкус у тебя есть, но вот если бы ты сама шила, да, с твоим-то вкусом и с твоим видением, наверное, это было бы вообще идеально. И ушел. И вот эта мысль начинает, а что он хотел сказать, да, может быть, у меня есть какие-то способности, то есть, почему, о каком вкусе. Давай-ка я попробую. Вот вы берете сами там, вяжете, шьете. Ну, то есть вот таким образом бросил там выражение какое-то, да, словечко, и оно зацепило. Причем он делает это осознанно, вот, и не случайно. Ну, а если и случайно, то есть, ну, минусовой пример, да, приведу. Ну, ты вот какой-то килограммчик, да, набрала. Ну, ты мне такой пышечкой больше нравишься, да, но зато, может быть, на тебя не будут смотреть другие мужики. Ну, и правильно делают. Ты всем не достанешься. То есть, вроде бы, как-то и зацепило, но и в то же время человек не обидел. То есть, нету здесь какого-то такого негатива, понимаете. И вы пошли потом. Давай-ка я начнусь немножко, этот, ротик свой закрою, меньше буду есть и больше вот как-то буду за собой ухаживать, да. Либо что-то у тебя с волосами там не так. А что у меня с волосами не так? Да нет, все нормально, просто что-то мне показалось, что здесь у тебя есть там седина, либо там волос сечется. Ой-ой-ой, а надо сходить, значит, в парикмахерскую. Ну, вот что-то вот в таком роде. Так, а как еще влияет ваше окружение? Ну, вот оно мотивирует, во-первых, лечит. Во-первых, лечит вас от ваших травм, да. Здесь как будто бы есть непринятие себя, либо какого-то своего прошлого, либо вы не можете отпустить это прошлое, и вот здесь вот через какие-то конфликты, может быть, ссоры высвечивают вам эти люди, ну, либо дают какие-то знания, дают какую-то информацию, пищу для размышления, благодаря которой вы сможете принять себя, либо отпустить как-то свое прошлое. Может быть, просто, знаете, придет и даст вам, какую-то книжку оставят, вот, ну, я почитала все, и ты почитай. А эта книжка оказалась такая, достаточно серьезной, ну, и поменяла ваше мироощущение. Также эти люди работают, вот они помогают вам работать с вашими страхами. Прямо, знаете, гоняет вас, водит вот в эти страхи, вот в эти ощущения. Возможно, вы даже злитесь, агрессируете на этого человека, что почему, блин, ты вызываешь во мне вот это вот ощущение, почему ты меня пугаешь, да? Почему у меня возникает вот это раздражение на тебя, почему я вообще боюсь, и, знаете, вот кто-то, как будто бы хочет уйти от какого-то человека, потому что страшно, да, вот вызывает какой-то вот эти вот животные инстинкты внутри вас, но на самом деле через эти страхи вы принимаете свою теневую сторону. То есть здесь либо вы идете напрямую к этому человеку, то есть он вам достаточно близок, ну, допустим, там психотерапевт, и вы работаете, да, вы свечиваете лилегак, либо психоаналитик, и вы свечиваете вот эти вот ваши травмы, теневые стороны, прорабатываете. Либо вы идете к человеку, допустим, есть ли здесь практики, для того, чтобы как-то принять, проработать вот эту вот свою силу, понять. Может быть здесь люди не понимают свою энергию, да, может быть здесь есть люди, которые не знают, на что они способны, то есть мощь своей силы. И вот через эти страхи, то есть человек понимает, ой, я теперь преодолеваю их, вы понимаете, вы освобождаете свою энергию, понимаете, на что вы способны. Но это все вот благодаря этим людям. Да, это связано непосредственно с вашим потенциалом. Здесь ощущение того, что вы как будто бы не верите в свои способности, не верите в свои навыки, да, вы если просите, то просите намного меньше, чем вы способны. То есть здесь ощущение того, что, допустим, если у вас есть какой-то дар, вы об этом знаете, если бы вам его раскрыли, да, вы бы его не приняли, потому что он сказал, что вот, ну нет, я как будто бы недостоин, как будто бы это не про меня. Но на самом деле это уже есть вас. Здесь люди помогают вам обнулиться, да, здесь даже не обнуление, а скорее всего о доверии, я бы сказала, да. Здесь вот прям есть связь с высшими силами, с людьми, даже с энергиями, да, если это не люди, а с энергиями выше уровня вашего, да. И вот как-то вот при взаимодействии с ними, вы не то чтобы успокаиваетесь, но вы начинаете верить в себя больше. То есть их задача включить в вас, во-первых, успокоить, да, опять-таки исцеление, успокоение, работа со страхами, работа со своими теневыми аспектами и работа со своей силой, с доверием к себе. То есть вот здесь вот эти люди, они помогают вам, способствуют. Очень много беседы, очень много диалогов, разговоров. Здесь они помогают вам в ваших определениях, да, как можно стать человеком таким, знаете, достаточно стабильным, справедливым, милосердным, как можно стать человеком зрелым. То есть они помогают вам в становлении себя, но достаточно таким может быть серьезным, но больше к мужским энергиям, нежели к женским. Но это, в принципе, и неплохо. Вот такая вот у меня была троечка. Очень много людей. Сегодня так хорошо, нас было много. Нас было много, да, обращаю ваше внимание. То есть я, вы, и вот все те, которые пришли сегодня, и вот у меня такое ощущение, что я где-то в каком-то, условно говоря, я в стадионе стою, да, вот, и вокруг меня окружают все эти люди, которые пришли из трех позиций, да, и нас много, вот. И надо было, наверное, спросить, что они хотят вам передать, да, тоже было. Но прямо такое ощущение, как бы держишь расклад на духов. Пригласили духи, духов, и они вам какой-то вот привет из будущего передают, да, либо с другого мира. Вот как-то так. Очень интересно, забавно. Ну что, мои дорогие, я с вами прощаюсь. Напоминаю, что в понедельник будет прямой эфир на YouTube, да, здесь на канале, по-моему, в 22 по Москве. Посмотрите в разделе «Сообщество», не помню. Найдите этот пост, он, по-моему, предпоследний. И я жду вас, мы будем общаться с вами. А я с вами прощаюсь. Пока-пока, мои дорогие.